После той ночи, я думал, что больше никогда не увижу Санса и Папируса. Те события оказали на меня существенное влияние, и я посвятил себя работе в этом баре, как хотел этого мой отец, ещё с самого рождения. А потом, 10 лет спустя, Санса и Папирус снова появились в Нежграде, и мы с Сансом никогда особо не разговаривали на эту тему. Поэтому меня до сих пор волнуют два вопроса. Где вы всё время были с Папирусом? И почему вы стали бездомными? Эх, тут вообще-то нечего рассказывать, Грюбс. Это скучная история. Да и Малая не захочет слушать такую старую длинную историю. Так ведь? Да ладно, Малая, и ты туда же. Хм... Послушайте, ребят. У меня есть причины, чтобы молчать о тех событиях. Честно, я никому никогда не рассказывал эту историю, потому что я не хочу жить в прошлом. И я не хочу, чтобы оно изменило моё будущее, и... Поверьте мне, если бы вы знали, что я сделал, вряд ли вы бы смогли относиться ко мне так же. Но если вы действительно хотите услышать всю правду, вы должны согласиться с одним условием. Ну всё, это был последний носок. Я так и знал, что он его просто спрячет вместо того, чтобы убрать его в комнату. На этот раз он не отвертится. Ты уберёшь свой носок, Санс, в качестве наказания. Пришло мне, мастеру порядка Папирусу, вбить пару полезных привычек в его толстый череп. Честное слово, что бы Санс сделал без... Но если вы действительно хотите услышать всю правду, вы должны согласиться с одним условием. Санс? Пообещайте, пообещайте, что ничего не расскажете Папирусу из того, что вы услышите. Что? Санс? Почему ты хочешь скрыть своё прошлое от Папируса? Он твой брат и имеет право знать. Почему ты не хочешь, чтобы он этого знал? Не всё так просто, Грилби. Да что ты? Санс! Он твоя семья! Я уверен, что Папирус поймёт всё, что бы ты там ни рассказывал. Ты ни черта не знаешь, что я сделал! Ты не понимаешь, каково мне сейчас! Ой, простите, ребят. Я уже очень давно так не срывался. Я понимаю, о чём ты говоришь, но я просто не могу ему рассказать. Прости, Грюбс. Но если ты хочешь услышать историю, тебе придётся пообещать мне. Ха, ясно. Что ж, тогда мне придётся согласиться. Я ничего не скажу Папирусу, если ты считаешь, что так будет лучше для вас обоих. Прости меня, Папирус, но я считаю, что Сансу нужно снять с души этот груз, чтобы двигаться дальше. Ну что ж, малая, теперь твоя очередь. Прости, что прошу об этом. Я знаю, что вы с ним лучшие друзья. Но если ты решила послушать эту историю, мне нужно твоё слово. Очень хорошо, Фриск. Ты впечатлила даже самого шеф-повара Папируса. Не-хе-хе-хе-хе. Да, я обещаю. Что ж, похоже, мне некуда деваться, да? Хе-хе-хе. Ладно, я расскажу всё, что смогу. О себе и о моём брате. Можете располагаться поудобнее. История не из коротких. Видимо, пришло время перемывать косточки, не так ли? Я никогда раньше не испытывал страха перед публикой. Санс, что же ты от меня скрываешь? Итак, начнем историю. Еще очень давно у короля Асгора было много верных сторонников. Это Королевская Стража. Достойные и сильные монстры. И есть один монстр, который, а точнее которая, славилась своими магическими умениями и смекалкой, как в бою, так и в каламбурах. Ее звали Ареал. Она была элитой в Королевской Страже Асгора. Она была быстрой и блестящей, и очень веселой. Любого могла заставить рассмеяться или просто улыбнуться. У кого тут язык без костей, а? Особенно его мелкого сорванца Санса. Да, я был маминым первенцем. Конечно, я не все помню с тех времен, но я точно помню, что мама была особенной. Она была такой добрая и всегда улыбалась. Я хотел походить на нее, поэтому взялся за книги с шутками, едва научившись читать. И все-таки я был ее комиком Сансом. Хотел соответствовать имени. Я так горжусь тобой. Будучи матерью-одиночкой с маленьким сыном, она усердно тренировалась и каждый день помогала другим членам Королевской Стражи стать сильнее. Да, мы с мамой жили вдвоем. И когда она уходила, мне было одиноко. В такие дни я спрашивал, есть ли у меня папа, как и у других детей. Но она всегда отвечала с улыбкой. Санс, я знаю, у тебя есть отец. И я уверена, что вы сможете встретиться. Но до тех пор, знай, я всегда буду с тобой. Наша жизнь полностью изменилась, когда однажды она вернулась домой с крохотным свертком костей. А вот ты мой комик Санс. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Скажи привет своему маленькому братику Папирусу. О, кажется, кто-то хочет к своему старшему брату. Хочешь подержать его, Санс? Ээээ, хорошо. Когда я впервые взял Папируса на руки, я так волновался, что у меня кости дрожали. Он был таким маленьким. Казалось, что стоит дернуться, и он рассыпется или заплачет. Но Папс улыбнулся мне, как никто другой. А потом неожиданно начал плакать. Эээ, тише. Меня зовут Санс. Я твой старший брат. Не волнуйся, я тебя держу. Где ты? Что такое? Это... Это мой братишка. И с тех пор, мы с Папсом были неразлучны. Я до сих пор помню тот день, то чувство, когда пустота в моей душе заполнилась в одно мгновение. Чувство одиночества исчезло без следа. И с тех пор, все мысли были только о Папирусе и его улыбке. Мы втроем были счастливы вместе, даже без отца. У нас была идеальная семья. Но... Как мы уже давно знаем, ничто не длится вечно. Гляди-ка, Папирус, этот шар смотрится на тебе еще лучше, а? Береги его. Мам, что происходит? Куда все уходят? Санс, не волнуйся, все будет хорошо. Просто в подземелье упал человек. Королю Асгору нужна наша помощь. Будьте молодцами и держитесь вместе, пока я не вернусь. А ты, мой храбрый комик Санс, позабои тебя о Папирусе, хорошо? Не беспокойся, мам. Я глазниц с него не спущу. Куда делся человек? Он что, сбежал? Санс, Папирус, мне очень жаль. Я не вернусь домой. Я люблю вас обоих. До смерти. Прощайте. Мга, позаботься о наших мальчиках. Я люблю вас троих. Так, так сильно. Мама умерла в тот день, как и некоторые монстры. И вот так мы с Папсом оказались одни. Мама умерла в свой дом. Я люблю вас троих. И вот так Субтитры создавал DimaTorzok